МАХАЧКАЛЕ Хлопок газа разрушил частный жилой дом на окраине Махачкалы. Инцидент произошел в поселке Ленинкент. Есть пострадавшие. Махачкале запускают систему для беспрепятственного проезда скорой помощи. Первые изменения уже заметны на улицах города. Волонтерский центр в Дагестане помогает детям-бабочкам. Команда врачей проводит диагностику и консультирует пациентов, используя передовые технологии. Дагестанцы перетянули всех. Наши канадчики стали сильнейшими на чемпионате России в Пензе. Хлопок газа разрушил частный жилой дом на окраине Махачкалы. Инцидент произошел в поселке Ленинкент. Об этом сообщили в телеграм-канале управления МЧС по республике. В результате взрыва есть пострадавший – это хозяин дома. По данным Минздрава, специалисты РКБ оказывают ему помощь. Состояние мужчины расценивается как средне-тяжелое. ДТП со смертельным исходом погиб один человек. В пригороде Махачкалы на автодороге Шамхал-Красноармейск-Махачкала столкнулись две машины. Водитель Лады Гранты выехал на встречную полосу. Он столкнулся с автомобилем, за рулем которого сидел житель поселка Шамхал. А на пассажирском сиденье – женщина. В результате ДТП она скончалась на месте. В Махачкале угнали автомобиль Богдан-2111 стоимостью 300 тысяч рублей. Заявление в полицию подал хозяин авто. В тот же день машину нашли в Карабудахкенском районе. Она стояла поврежденная на обочине дороги. Подозреваемого задержали. Им оказался мужчина из Левашинского района. Он рассказал, что был в гостях, выпил и решил уехать. Не найдя ключа от припаркованной машины, угнал стоящую рядом другую, в которой был ключ, забытый владельцем. По пути мужчина врезался в ограждение и бросив машину, попытался скрыться, но был задержан. Жизнь может зависеть от каждой минуты. В Махачкале запускают систему для беспрепятственного проезда скорой помощи. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр города Юсуп Умавов. По его словам, проект стал ответом на многочисленные просьбы граждан и медиков. «Мы неоднократно получали обращение от главврачей, водителей скорой помощи и горожан о том, что заторы на дорогах часто мешают быстрому подъезду машин скорой помощи к больницам. Эти драгоценные минуты могут оказаться решающими в критических ситуациях». Первый шаг в этом направлении уже сделан. У городской клинической больницы на улице Абдулла Алиева появилась специальная разделительная полоса. Как отметили в администрации города, это нововведение позволит сократить время проезда на 10 минут. «Было принято решение пожертвовать от 6 до 10 парковочными местами для того, чтобы реализовать этот проект, так как в данной ситуации из двух зол выбиралось меньше. Парковочные места можно пройтись, 50-100 метров пройтись, а скорую помощь надо, так сказать, в приоритете пропуска. Они имеют право здесь двигаться, другим участникам дорожного движения заезжать на эту полосу запрещено». В администрации города также отметили, что уменьшение парковочных мест может вызвать недовольство жителей. Однако, когда дело касается жизни человека, работникам скорой помощи необходимо действовать оперативно. И для этого должны быть созданы все условия. «Отметим, что при успешной реализации проекта власти Махачкалы планируют распространить его также и на территории РКБ на улице Пирогова». Многодетная семья участника СВО Арсена Шейх-Магомедова прошла бесплатное медицинское обследование в рамках соглашения Минтруда Республики с городской клинической больницей. Оно включало ультразвуковое исследование, консультации врачей и лабораторные анализы. Это метод ранней диагностики. Он направлен на выявление заболеваний и состояний до появления симптомов. Мне очень понравилось, как они нас встретили, осмотрели. Все было очень организовано. Несмотря на огромную очередь, нас вне очереди приняли, осмотрели, сдали анализы, УЗИ, прошли всех специалистов. Я очень хочу поблагодарить администрацию этой больницы и соцзащиту. С начала года бесплатную помощь получили также 18 многодетных матерей и 61 ребенок. Отметим, что пациентов из многодетной семьи перевозят на специальном транспорте из дома в больницу и обратно. В случае необходимости назначают дополнительные обследования и проводят стационарное или амбулаторное лечение. В Махачкале прошло мероприятие, которое собрало под одной крышей успешных предпринимателей столицы. Интересная программа, познавательные речи, ну и, конечно, главное событие – конкурс «История успеха самозанятых». Хотелось бы отметить, что данный конкурс «История успеха самозанятности» проходит в рамках реализации национального проекта «Малая и средняя предпринимательство» и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы. Сегодня задача, давайте так говорить, данного конкурса – это возможность наших самозанятых граждан сегодня продемонстрировать свои достижения и свой успех. Мероприятие было нацелено на молодые таланты, которые реализовали свои первые бизнес-проекты и уже получают стабильный доход. У нас в республике большое количество самозанятых, по итогам этого года уже порядка 260 тысяч. Я думаю, что такие мероприятия способствуют тому, чтобы самозанятые больше показывали свои истинные доходы, показывали, чем они занимаются. Самых более успешных самозанятых будут сегодня награждать, тем самым для других будет стимул для того, чтобы развиваться, показывать, что они делают, как они делают. То есть, соответственно, качественные оказывают услуги или качественные предоставляют свои товары. На возникшие во время презентации вопросы молодые предприниматели отвечали уверенно, тем самым достойно заявив о себе. Также они поделились впечатлениями и выразили благодарность организаторам мероприятия – проекту «Мой бизнес». Мероприятие очень понравилось. Если честно, я очень волнуюсь, немножко вдохновляет, благодарна за то, что они проводят такие конкурсы среди самозанятых, среди мастеров, среди тех, которые хотят в дальнейшем расти и добиться чего-то своего. Конкурс продемонстрировал важность поддержки самозанятости в регионе, укрепить деловую активность и внести вклад в экономический рост. Именно эти цели преследовали организаторы мероприятия. Мухтар Курахмаев, Магомед Магомедов, Мурат Бигбарзов, Новости ННТ, Махачкала. В Дагестане самое большое количество детей бабочек в России. Так называют генетическое заболевание булезный эпидермолиз. Кожа детей, страдающих этим недугом, становится чувствительной, подобно крыльям бабочек. При малейшей травме возникают пузыри и раны. Милана Гаджимурадова – врач-ординатор. Еще будучи студенткой мед. университета, она решила создать проект, посвященный лечению детей бабочек. Так возник волонтерский центр в Придагестанском государственном медицинском университете. Больные этим недугом, они больше всех нуждаются в программе, которая позволит им оказывать дистанционную медицинскую помощь, чтобы не ездить на машине, потому что вот эта тряска в машине, она как раз им доставляет огромный дискомфорт. Ну и посредством этой программы я, получается, облегчила им данное мероприятие по получению консультаций, получению перевязок. И сейчас на базе волонтерского центра, ну, благодаря нашему ректору Висампаши Юсуповичу Дагестанского государственного медицинского университета, мы организовали комиссию по выездным консультациям. Врачебная комиссия под ее руководством адресно выезжает для диагностики заболевания. Пулезный эпидермолиз – это наследственная патология кожи. Поэтому волонтеры центра также выявляют генетические патологии в роду пациентов. Пулезный эпидермолиз, он больше всего распространен в Дагестане, если брать всю Россию и Дагестан, больше всего в Дагестане, потому что у нас развиты близокроводственные браки, ну, нисколько развиты, они просто традиционны. И сейчас мы в том числе даем рекомендации по планированию семьи. Волонтерами дополнительно создан чат-бот для дистанционной консультации. Благодаря нему лечащие врачи на местах могут обратиться за экспертным мнением в центр. В программу загружаются симптомы фото поврежденных участков кожи, история болезни. Нашими специалистами указан герпес опоясывающий, передать невропатологу. И все, этот бот считывал, получается, всю эту информацию, кумулировал и отправлял лечащему врачу уже, он получал готовый ответ на свой вопрос. Врачи центра планируют расширять область деятельности. Специалисты изучают другие генетические заболевания, в частности, псориаз. Проект уже получил поддержку на федеральном уровне, став победителем конкурса «Лидеры России». Мухаммад Амаров, Мухаммад Магомедов, Дауд Гасанов, Новости ННТ. Дагестанские канадчики перетянули всех на чемпионате России в Пензе. Наша сборная стала сильнейшей в споре 12 команд, показав лучший результат в весе свыше 720 килограммов. В финале спортсмены из Южной Республики победили у хозяев соревнований сборной Пензенской области. Бронзовые медали турнира достались команде Санкт-Петербурга. В Махачкале подвели итоги традиционного детского турнира по футболу «Кубок Каспия». Игры проходили на стадионе Маркаровской спортшколы. На поле вышли восемь ведущих футбольных академий и школ Дагестана, а также команды «Ротор» и «Спартак Сити» из Москвы. По итогам предварительных встреч в финал пробились дружины дагестанского филиала Академии «Динамо» и московский коллектив «Спартак Сити». Победу с финальным счетом 1-0 одержали хозяева поля. Бронза турнира у столичного «Ротора». Победителей соревнования наградили кубками и медалями. А лучшие игроки и тренеры получили денежные премии. Очень понравился турнир. На мой взгляд, самые сложные команды были «Спартак Сити» и «Ротор». Они играют в очень умный футбол и пытаются играть папа сам. Я исполнял левого полузащитника. Я в некоторых моментах, в которых нужно, брал игру на себя. Мы, мне кажется, выиграли, потому что играли в смелый футбол.